В отделении динамического наблюдения реабилитации детей раннего возраста областного перинатального центра установлено современное оборудование для диагностики глазного дна. Оборудование позволяет проводить уникальное обследование и предотвращать серьезные проблемы зрения у недоношенных детей. Аппарат для осмотра единственный в Иркутской области. Для работы на нем специалисты обучались в Санкт-Петербурге. Подробности далее в сюжете Туяна Немаевой. Анна Бочкарева со своими двойняшками вели на июле на очередном обследовании у окулиста. Дети родились недоношенными, поэтому обязательно проверка сетчатки глаз. Именно у недоношенных детей может развиться ретинопатия, приводящая к слепоте. У этих шестимесячных малышек со здоровьем все в порядке. Сюда приезжаем мы каждый месяц, раз в месяц. То есть нас Надежда Федоровна осматривает наши глазки, отслеживает полностью самоврождение. Мы здесь пока лежали, нас проверяли глазки и после того, как до года. Здесь самоврождение нас наблюдал весь персонал, педиатр, неонатологи, акулист. И до сих пор все нас знают. Мы здесь всех врачей любим. Да, очень удобно, конечно. В областном перентальном центре открылось новое отделение, в котором установлено современное оборудование. Это ретинальная камера и непрямой бинокулярный автомалескоп. Теперь можно выявить патологию зрения у недоношенных детей. Снимки глазного дна каждого маленького пациента хранятся в памяти компьютера. Врач может в любой момент сравнить данные осмотра с информацией, полученной на обследованиях ранее. Мы наблюдаем динамически еженедельно. Какие изменения происходят с этой линией. Расширяется, она уменьшается, отдаляется. И благодаря этому исследованию мы можем динамически отслужить не только на тот период, пока детки находятся у нас на втором этапе выхаживания, но и после выписки. Аппарат позволяет показать заболевания в динамике и родителям. Главное, по словам врачей, проводить осмотр недоношенных детей регулярно, чтобы не упустить тот момент, когда заболевание начнет прогрессировать. Первое проявление мы можем заметить в среднем через месяц после рождения малыша. Это первый срок, когда проводится осмотр по большей части. И как раз первое проявление. Потом динамическое наблюдение. И мы можем отследить, как развивается болезнь. Если какой-то острый период и может потребоваться хирургическое лечение, это выполняется, конечно, в срок. В случае необходимости проводится бесплатная лазерная операция. Благодаря такой организации лечения удается избежать тяжелых случаев слабости зрения у детей. Сначала работы кабинета обследования прошли более 170 маленьких пациентов. Туена Немаева, Константин Синицын. Новости сейчас. Монгольская сборная по хоккею с мячом снова в большом спорте. В следующем году они выступят на чемпионате мира по бенди, который пройдет в Приангаре. А пока команда приехала в Иркутск для тренировок. Со спортсменами встретилась наша съемочная группа. Игроки монгольской хоккейной команды три года не были на льду. И вот долгожданная тренировка сборной. На Иркутском ледовом поле. 15 игроков. Очень приятное чувство после долгого перерыва играть на большом льду. Мы рады, что будем снова играть в бенди в России. Мы собрались и все готовы играть, возрождать хоккей с мячом в Монголии. Сборная Монголии по хоккею с мячом ведет свою историю с 2006 года. Игроки участвовали в чемпионатах мира по бенди. Команду создал настоятель Свято-Тройского храма в Улан-Баторе. Главным тренером стал Евгений Выборов, экс-наставник Иркутской Байкал-Энергии. Уже в 2011 году сборная добилась своего первого успеха. Монгольская команда – серебряный призер зимних азиатских игр. Но с прекращением финансирования сборной прекратились и тренировки. В этом году команду поддержала общественная организация «Духовное возрождение». И 20 декабря гости из Монголии приехали в Иркутск для недельной стажировки на Большом ледовом поле. Да, конечно, отвыкли, честно говоря, от мяча. И у нас сейчас вот здесь недельку поработали и уже стали обратной техникой немножко набивать руки. И на Большом катке это катание совсем другое, техника другая. Ну ничего, стараемся. В Иркутск на первенство мира по хоккею с мячом команда приедет раньше графика 22 января. Для очередных уже финальных тренировок. Чемпионат же пройдет с 26 января по 2 февраля в 2014 году. Анна Пологрудова, Любовь Фейфилова, Константин Синицын. Новости сейчас. На этом моя часть выпуска завершена. Всего вам доброго. Передаю слово коллегам из телекомпании «Альтез». Здравствуйте, коллега. В международной программе «Середина земли» о новостях забайкальского края вам расскажут корреспонденты программы «Время новостей» телекомпании «Альтез» в студии Юлия Тимошенко. В нашей телекомпании заканчиваются работы над новыми декорациями. Сегодняшний выпуск новостей выходит из этой студии в последний раз. Первый эфир программы под названием «Время новостей» состоялся сразу после новоселья телекомпании «Альтез» в январе 2006 года. И вот пришло время перемен. Я предлагаю заглянуть в студию новостей 2014 года. Три последних дня и ночи, не покладая рук, не смыкая глаз, вся мужская половина «Альтеза» работала над монтажом новой космической студии телекомпании. А женское население помогало им чувствовать себя комфортно, уютно, сытно. Поэтому мы их кормили, а ребята работали. Ну вот о том, что получилось в результате нашего совместного труда, судить, конечно, телезрителям. Новая студия – это коллективный проект «Альтеза», читинского художника-дизайнера Артема Дейкина и команды мастеров на все руки. По признанию Артема, он специально не смотрел студийные варианты больших каналов, чтобы не повториться, хотя некоторые технические штучки на вооружение все-таки взял. Должна быть иллюзия пространства, иллюзия, ну как вот на первом канале там. То есть на самом деле студия не очень большая, но так все сделано, так все устроено, что кажется огромной. В новой студии предусмотрены разные сценарии подсветки, движущаяся плазма, столы-трансформеры. А главное, она легко преображается для записи разных программ, а их у «Альтеза» сегодня 15. Ее создавали с учетом вкуса и комфорта всех, кто будет в ней работать. Те, кто попадет в студию впервые, обязательно сравнят ее с космическим кораблем. Эту иллюзию создают более 18 тысяч светодиодных лампочек. И все же немного жалко расставаться с уже ставшими родными декорациями, которые служили нам верой и правдой целых 8 лет. Ребята очень бережно относились к декорациям. Вот, собственно говоря, все, кто приходили к нам в гости, именитые гости, всем очень нравится наша студия. Она такая немудрящая, и тем не менее, я считаю, очень стильная. Новый проект гостям еще только предстоит оценить. И самым первым в этой студии побывает губернатор Забайкальского края Константин Ильковский, с которым пойдет разговор об итогах года и перспективах Забайкалья в будущем. А мы ждем только хороших новостей, о которых наши ведущие расскажут уже из новой студии. Екатерина Станиславская, Сергей Миртов, Виталий Литвинцев. Время новостей. И это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Передаю слово моим коллегам. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. В международной программе «Середина земли» о новостях Монголии вам расскажут корреспонденты программы новостей НЭЦАКТ и я, Мирослава Городничая. В Улан-Баторе состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 102-летию независимости Монголии. Этот праздник ежегодно отмечают в стране 29 декабря. Тему продолжит Далгур Сурен. 102 года прошло с тех пор, как Монголия объявила о своей независимости. Впервые указ о праздновании этой даты подписал Бог Тхан в 1911 году. А затем 23 декабря 2011 года вышло постановление ВГХ. Эти документы также представлены сегодня на выставке. Перед нами документ, датированный от 31 января 1912 года, когда в связи с Днем независимости была объявлена амнистия заключенным. Также посетители выставки смогут увидеть приказ в оригинале о запрещении продажи и употребления наркотиков. Ей документы из судебного дела по факту взяточничества гражданина Монголии со дном давдона. Монголия смогла обрести независимость благодаря особой политике, которая помогла стране показать себя на мировой арене. Также вызывает восхищение методы правления государства Бог Тхана. Вся политика была направлена на сохранение единства монгольского народа. И лично от себя хочу поздравить всех граждан с Днем независимости. Главными экспонатами стали документы от 18 ноября 1912 года. В этот день в Монголии были отправлены ноты Франции, Англии, Германии, Дании, Голландии, Бельгии, Японии о желании заключить договор о дружбе. Отдельно представлены и копии исторического документа Кяхтинского договора, заключенного между Монголией, Россией и Китаем в 1915 году. Наши сотрудники проводят работы по сохранению памятников истории, документов с 1911 года. Сейчас некоторые из них находятся в реставрационной комнате, но в основном архивные документы в удовлетворительном состоянии. Высоков стоит из семи частей. Главное архивное управление Монголии имеет 247 запасников, 232 фонда и 29 тысяч единичных фондов. Сегодня на выставке представлены самые уникальные и ценные документы. Посетить ее сможет любой желающий до 11 января 2014 года. Женский состав парламентариев выразил протест в судмедэкспертизе по факту гибели 21-летней девушки. После вскрытия специалисты заключили, девушка умерла от воспаления внутренних органов. Однако, по версии ее родных, причиной смерти стало избиение молодым человеком. Слово Нахтувшин. 21-летняя девушка погибла от побоев своего молодого человека. В Малайзии погибла гражданка Монголии. Эти шокирующие новости появились на сайтах несколько дней назад. По результатам судмедэкспертизы, причиной смерти девушки стало не избиение. Родители же погибших с этим не согласны. Мы выражаем протест против вынесенных в судмедэкспертизе результатов. В графе «Причина смерти» специалисты написали воспаление печени и желчного пузыря. А на теле погибшей якобы отсутствовали какие-либо признаки избиения. Женский состав парламентариев послал требования начальнику судмедэкспертной клиники и коллективу врачей-патологоанатомов, которые производили вскрытие. Они требуют пояснить причину таких результатов вскрытия. Парламентарии допускают возможность влияния коррупции на экспертизу. Также им предложили внести изменения в законопроект против семейного насилия. Каждый гражданин Монголии имеет право жить, быть здоровым и жить в безопасности. Во-вторых, монгольская семья является основой государства. Если сегодня в семье будет царить насилие, у нас нет гарантии, что народ будет жить в дальнейшем в мире и в согласии. В январе 2014 года готовится слушание законопроекта о семейном насилии и такого вида преступления. По нему ужесточат ответственность за такие преступления. Это были новости Монголии. Как будут развиваться события, расскажем в очередном выпуске. А сейчас я передаю слово нашим коллегам из Китая. На связи корреспонденты Си-Си-Тиви Русский из Пекина. Си-Си-Тиви Русский приветствует зрителя программы «Середина земли» в студии «Намила». В ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем вам о главных новостях Китая. В городе Джинчжо, административном центре китайской провинции Хэннань, открылось метро. Примечательно это событие еще и тем, что Джинчжоуская подземка стала первой в мире практиковать систему LTE – стандарт связи нового поколения. Сотрудники метрополитена могут онлайн получать информацию, а пассажирам доступны любые телешоу в прямом эфире. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Оценить удобство подземки собрались тысячи пассажиров. Пока в эксплуатацию ввели первую линию. Она связывает старые западные и новые восточные районы Джинчжоу. На ветке 20 станций. На то, чтобы преодолеть всю линию, понадобится не более 45 минут. Количество поездок превысит 290 тысяч в день. На ветке 12 поездов, которые будут ездить с интервалом 8 минут. Так что жизнь горожан станет гораздо удобнее. У нас сейчас обеденный перерыв, но мы не пошли есть, а решили оценить первую ветку нашего метро. Уверен, нам очень понравится. Я так взволнована, не могу дождаться, чтобы взять поскорее своего ребенка и показать ему метро. Главная особенность метро Джинчжоу в том, что это первая в мире подземка, оснащенная системой беспроводной связи LTE. Она обеспечит персонал возможностью видеонаблюдения и передачи любых данных о работе метро в режиме онлайн. На начальном этапе технологии оснастят лишь по одному вагону каждого поезда. Но и этого для старта более чем достаточно, уверены сотрудники метрополитена. Стандарт LTE позволяет повысить скорость и эффективность передачи данных. Благодаря системе снижаются издержки и расширяется спектр услуг. LTE усовершенствует в нашем метро всю систему видеонаблюдения. Ее качество повысится в разы. А пассажиры смогут смотреть по телевизорам, в вагонах даже те шоу, которые идут в прямом эфире. «Помимо высокотехнологичного оборудования, поезда и станции были разработаны таким образом, чтобы обеспечить пассажирам комфортный проезд. По мнению городских властей, старт получился удачным. Перспектива радует не меньше. В ближайшие 10 лет в эксплуатацию введут еще пять линий подземки». Игорь Злотников, CCTV. Китайцы не могут себе представить праздничные застолья без рыбных блюд. Особенно жители северо-восточной провинции Цзилин. Несмотря на морозы, местные рыбаки практикуют уникальный метод подлёдного лова. Этой традиции уже несколько веков. «Свежайший карп, толстолобик, караси и другие виды промысловой рыбы – все это есть в водохранилище Харно в северо-восточной китайской провинции Цзилин. Несмотря на морозы, здесь вовсю идёт лов. Торгуют, как говорится, тоже не отходя от кассы. «Здесь рыба дикая и речная. Особая на вкус. Такое блюдо прекрасно смотрится на праздничном столе». Водохранилище Харно раскинулось на площади в 4000 гектаров. В нём каждый год вылавливают более 1000 тонн рыбы. Её запасы здесь не сокращаются благодаря искусственному воспроизводству. Для поддержания биоресурсов местные рыбзаводы ежегодно выпускают в Харно около 10 миллионов мальков. Кстати, летом на северо-востоке провинции Цзилин было сильнейшее за 15 лет наводнение, и специалисты волновались о судьбе молоди. Поэтому первый лов здесь ждали с особым нетерпением. «Сегодня у нас неплохой урожай – 50 тонн рыбы. Мы очень рады». Радуются не только рыбаки, но и туристы, и фотографы. Несмотря на сильный мороз, минус 19, все стараются зафиксировать на камеру улов. И ждут своей очереди купить рыбу. Ведь она символизирует счастье, богатство и процветание. А значит, новогодний стол без этого блюда никак обойтись не сможет. И это все, о чем мы хотели рассказать вам на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. По данным Гесметио, 31 декабря в Улан-Удэ ночью минус 16, минус 18. Днем пасмурно, небольшой снег, минус 10, минус 12. Ветер западный 1,5 метров в секунду. В Иркутске ночью минус 9, минус 11. Днем пасмурно, небольшой снег, минус 6, минус 8. Ветер юго-западный слабый. В Чите ночью 15-17 градусов ниже нуля. Днем минус 6, минус 8. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. В Улан-Баторе ночью минус 18, минус 20. Днем минус 7, минус 9. Ветер западный 2,7 метра в секунду. В Пекине ночью минус 3, минус 5. Днем плюс 7, плюс 9. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Субтитры подогнал «Симон»